Все больше жителей области делают свой выбор в пользу серой зарплаты, отказываясь от благ, которые сулит им официальное трудоустройство. Правительство обеспокоено подобной тенденцией среди ивановцев. По официальным данным, в нашей области неформальную зарплату получают около 150 тысяч человек, что ведет за собой ряд проблем. Во-первых, бюджет недополучает доходы в виде налогов. Во-вторых, мы с вами, те, которые работаем, берем на себя обязательства по страхованию рисков, потому что мы с вами являемся налогоплательщиками. Мы берем на себя обязательства по страхованию рисков тех, которые работают, получают доход, но не считают для себя возможным легализовать свои трудовые отношения. По словам заместителя председателя правительства, чтобы снизить уровень неформальной занятости, необходимо информировать ивановцев о том, каких привилегий они лишаются, будучи официально нетрудоустроенными. Помимо этого, Трудовой кодекс предусматривает систему штрафов для работодателя, на чьем предприятии выявлены случаи неофициального трудоустройства. Работник вправе, конечно же, обратиться к руководителю этой организации с предложением перезаключить гражданско-правовой договор на трудовой. Но и в случае отказа работодателя он имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру и в конечную инстанцию суд, если тот ему откажет в этом. Совсем недавно трудовой инспекцией был проведен рейд, в результате которого одно из предприятий нашего города попалось на неофициальном трудоустройстве. Несмотря на все преимущества белой зарплаты, ивановцы, получающие стабильный доход, будучи официально нетрудоустроенными, вряд ли откажутся от насиженных мест. Тем более, они в любом случае будут обеспечены минимальной пенсией и медицинским страхованием за счет государства.